Одежда, обувь и модные аксессуары из шерсти мериноса. Мастерская Натальи выглядит как популярные нынче шоу-румы. На полках головные уборы, сумки, жилеты и даже эксклюзивная обувь. Впрочем, именно с создания удобной и практичной пары началось увлечение валянием. Год назад я просто познакомилась с одной девушкой и увидела, что она изготавливает такую обувь. Мне очень понравилось. Можно сказать, что я очень загорелась этим. И я обучилась у нее год назад. И какое-то время я просто думала, читала об этом больше, пополняла свою информацию, узнавала, что это за шея, что с нее можно делать. Начала пробовать набивать руку в разных изделиях, что в принципе мне все нравится изготавливать. Все изделия выполнены из шерсти мериноса. Она мягкая и приятная на ощупь. И работать с ней просто. Наталья сначала выкладывает шерсть, затем смачивает теплой мыльной водой. Так волокна переплетаются между собой и образует плотное полотно. Потом она превращается в такой прифельд. Ну, это как бы полу-полу готовная ткань, скажем так. Потом либо катаем в рулончики, либо просто мы ее так берем и просто разбиваем. В процессе вбивания шерсть уменьшается в объеме, поэтому выкройку для изделий приходится увеличивать в несколько раз. Но в результате из таких шерстяных комочков получаются сумочки, шапки, обувь и более объемные изделия. Вот одна из самых объемных, я скажу, что и сложных работ, потому что я вам показывала шаблон, насколько он больше в размере, чем само это изделие. Это, конечно, полуфабрикат, потому что в будущем это будет пальто оверсайз, такое вот с вшитыми потом рукавами. И еще будет добавлен воротничок. В этой мастерской можно увидеть не только работы из шерсти, декор и из полимерной глины – это прежнее увлечение Натальи. В чем мне понравилась шерсть? Потому что она также податливая, как глина. То есть пока ты ее соединяешь, а потом работаешь так же, как с глиной, превращаешь этот материал в ту модель, которую тебе хочется. Можно сказать, что ты делаешь сам себя мастером. Ты создаешь и таким образом сам себя чувствуешь, потому что швейной техники у меня в принципе нет. И вот в чем плюс в этом? В том, что здесь не нужна машинка строчильная, ты делаешь все бесшовное, что тоже очень интересно. Пока это лишь хобби, но уже в ближайших планах Натальи – авторская коллекция изделий и шерсти. И в ней точно будут модные аксессуары. Субтитры создавал DimaTorzok